Здравствуйте! Вы смотрите «Жесть» о самых резонансных криминальных новостях. Расскажу вам я, Анастасия Лаврова, в этом выпуске. Федорина горя. Кто помог в борьбе с такими соседями? Электронные реалии. Куда ушли десятки миллионов рублей? И смерть на курорте. Почему Амич погиб во время отпуска? Следователи расследуют смерть Амича, который погиб в Шерегеше. Тело обнаружили на горе Мустак в Кемеровской области. По предварительным данным, 23-летний мужчина вместе с другом катались на сноубордах, но за пределами специальной трассы в лесу. После молодые люди потерялись, один из них нашел своего приятеля под грудой снега. Попытался его вытащить самостоятельно, не получилось. Вызвал спасателей к их приезду, а Амич был мертв. Сейчас в Кемеровском следкоме выясняют подробности. Возможно, он когда ударился об эти камни или что-то, там же нет такой специальной трассы, где можно было ездить, где это огорожено было, то на него упала сверху так называемая снежная шапка. Здесь возможно и то, что он просто задохнулся, однако это нам установят только эксперты. В Омском областном арбитражном суде начали рассматривать иск Алексея Фролова. Мужчина утверждает, что стал жертвой мошенников, внес крупный задаток для участия в электронных торгах по продаже недвижимости. В итоге Алексей остался без помещений и без своих миллионов. Директор компании, организатор торгов в свою очередь говорит, что сам пострадал от потенциальных покупателей. В непростой ситуации пытались разобраться наши корреспонденты. По нашим сведениям фигурировала цифра 20 миллионов, то теперь уже 30 миллионов рублей, даже более. Алексей Фролов – один из участников электронных торгов. Он планировал купить несколько зданий, обанкрутившегося в прошлом году мостоотряда 63. Алексей внес задаток почти 3 миллиона рублей и стал ждать. Но торги так и не состоялись. Еще месяц назад конкурентов, которые хотели так же, как Алексей, приобрести недвижимость на электронных торгах, было семеро. Сейчас 12. Все они внесли задатки, в итоге остались без домов и без денег. Алексей подал в суд, написал заявление в прокуратуру. Уголовное дело пока не возбудили. Сейчас идет проверка. Фактически были собраны денежные средства с большого количества людей и организаций. И то имущество, которое они должны были на торгах приобрести, ну, соответственно, никому не ушло. Она вообще теперь продается заново. Задатки не возвращены, а имущество продается заново. Мы настаиваем на уголовном деле о мошенничестве, потому что, на наш взгляд, все признаки мошенничества есть. Пока длятся судебные тяжбы, считает Алексей, возможно, будут новые жертвы. Впрочем, представитель конкурсного управляющего в суде говорит, что Алексей зря переживает. Деньги вернут, когда неизвестно. Срок возврата задатков организатора торгов не наступил, поскольку для возврата задатков нам необходим протокол об окончании данных торгов. По поводу самих торгов поясняем, что они имеют статус приостановленных, поэтому возвращать сейчас еще нечего и некому. По словам юриста Алексея Фролова, счет компании организатора торгов «Эксперт-центр» пуст, в чьих карманах осели миллионы, неизвестно. Мы попытались связаться с директором этой компании, Григорием Горощеней. Он в противовес ССУ Фролову считает, что в этой ситуации пострадал именно он. Мужчина планирует тоже обратиться в суд. Люди звонят с угрозами мне, поэтому я думаю, что вот здесь как раз есть о чем задуматься ему и полиции, потому что здесь, как я считаю, налицо состав 163 статьи Уголовного кодекса, а именно вымогательство в составе организованной группы в особо крупном размере. Оставляем за собой право после того, как к третьему заявителю отказу от возбуждения уголовного дела обратиться уже с иском в суд о защите своей чести и достоинства деловой репутации и присуждении морального ущерба. Заседание арбитражного суда в очередной раз отложили. Компания «Эксперт-центр» продолжает работать, выставлять новые лоты на электронные торги. Алексей Фролов, в свою очередь, намерен и дальше отстаивать свои интересы. Возможно, скоро ему придется предстать перед судом еще и в статусе ответчика. Мы будем следить за развитием этой истории. К другим темам в Омске вынесли приговор бывшему директору детского дома-интерната для умственно отсталых детей за многомиллионное хищение. Людмилу Кизилову признали виновной в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Занимая пост руководителя интерната, Кизилова уговорила своих воспитанников сделать пожертвование. Уверяла, что все до копейки пойдет на благо детского дома. 39 несовершеннолетних амичей поверили Кизиловой и перечислили на счет бюджетного учреждения около 2,5 миллионов рублей. Эти деньги дети с ограниченными возможностями могли обналичить, как только им исполнится 18 лет. Теперь на счету у воспитанников нет ни копейки. На счетах детей скапливались достаточно высокие суммы. Это как и пособия детям-инвалидам, так и другие социальные выплаты. Имели случаи места, когда денежных средств на счете воспитанников находилось около 300 тысяч рублей. Кроме того, за указанный период кективно приняла на работу 10 граждан, за которых сама получала заработную плату и тратила ее на личные нужды. Таким образом, ей было похищено более 1 миллиона рублей. Ленинский район Исутомска признал Людмилу Кизилову виновной и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Кроме того, суд обязал Кизилову возместить причиненную ущерб Министерству труда и социального развития Омской области в размере 1 миллион 113 тысяч рублей, а также самим воспитанникам детского дома-интерната 2,5 миллиона рублей. Судебные приставы встали на тропу войны с тараканами, точнее, собственницей квартиры, которая устроила в своем жилище зоопарк. Соседи терпели антисанитарную обстановку в течение 10 лет, решили обратиться в суд. Там постановили устранить нарушение санитарно-гигиенических требований. Сделать это оказалось непросто, ведь Светлана буквально отрывала от сердца каждую вещь. Светлана Ивановна, служба судебного креста. Светлана Ивановна признается, решение суда не исполнила. Говорит, что уборку сделает, но позже, в свой день рождения, особое событие должно выпасть на особую дату. Я не убрана сразу. Я не убрана. Давайте показывать, и мы посмотрим сейчас, что вы сделали хотя бы за этот период. Светлана, как видно, не сделала ничего. Квартира просто кишит насекомыми. Столи редкие гости современных городских квартир, как тараканы, чувствуют себя здесь комфортно. Женщина говорит, что придумала для них специальные ловушки. Но усатые все равно не уходят из этого дома. Такая система. Мы обратили внимание, что говорили, давайте будем тогда банки ставить, а они туда заползают и там подыхают сами. Сами другого уничтожают. Топчут? Да. Сами себя топчут и сами себя убивают. Я не знаю, как это происходит. Но это и так и на самом деле идет. Моя сестренка принесла мясорубку, купила за 35 рублей, а там были в ней тараканы. И вот что получилось. Развелись эти таракане. У нас никогда раньше не было такого. Вот из-за этой мясорубки долбаные. Думаем, мясорубка тут ни при чем. Просто кто-то очень не любит расставаться с очень нужными вещами. Приставы должны проконтролировать, чтобы решение суда исполнили. А это значит, в квартире должны навести порядок. Представителям ведомства ничего не остается, как помочь нечистоплотной хозяйке. Рабочие разбирали и выносили хлам в течение шести часов. Светлана печалилась. Ну это же хлам, вы что? Это не хлам, ну пожалуйста. Как это не хлам, вы посмотрите. Ну как не хлам, это мне нужен стол, ну пожалуйста, умоляю вас. Светлана, мы его принесли с помойки, вы что? С помойки, я умоляю вас, пожалуйста. Судебные приставы непреклонны. На помойку отправилось все, что недавно оттуда перекочевало в квартиру Светланы. Но за один раз всю эту красоту не уберешь. Бригаде предстоит еще побывать здесь, произвести обработку помещения, чтобы избавиться от грызунов и тараканов. И только тогда соседи Светланы вздохнут спокойно. Я тараканов строю на парад и вон пьет, видите, все везде. У меня все искрашено. Отдайте мне мою лампочку, она целая. Вы что делаете-то? Успокойтесь, какая лампочка, целая барахло разбито. Да вот, да, ты включи меня, посмотрим. Посмотрим, давайте, вот, смотрите, это что? Вы что, что за это убрали, лампочку мою? То, что просите оставить барахлу, который вы притащили из помои. В данной квартире настолько все захламлено, столько мусора находится. И продуктов жизнедеятельности, которые уже там месяцами, наверное, а то и годами, которые находятся. Такое зловоние. Рабочие, которые осуществляли вынос, освобождение помещения, вот, ну, там порой не могли находиться, то есть, вот, находило до работных позывов. Интересно, как быстро Светлана сможет восполнить свою утрату и натащить в квартиру новых вещей. С трудом верится, что женщина исправится, как это сделала героиня сказки Корнея Чуковского. Запасливой амичке предстоит оплатить исполнительский сбор в 5000 рублей за нарушение закона. На сегодня это все криминальные новости. Пусть выходные пройдут без жести. Увидимся в понедельник. Будьте осторожны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин